Здравствуйте, друзья! Элу Памфилову в очередной раз раскусили и вывели на чистую воду. Давайте на это посмотрим. Здравствуйте! Меня зовут Кремлев Михаил, Кировская область, Ленинский комсомол. Элла Александровна, про трехдневное голосование Вы уже сказали. На голосовании по Конституции было такое нововведение, как голосование на детских площадках, на лавочках, на пеньках. Вот скажите, пожалуйста, планируется ли на выборах в Госдуму введение в бюджет такой статьи, чтобы для удобства избирателей, для безопасности, открытости избирательного процесса ремонт новых лавочек, установка, может быть, детские площадки новые сделать. Вас как зовут? Михаил. Ваше имя? Памфилова сразу старается перехватить инициативу. Михаил. Как? Михаил. Михаил, Вы лично видели голосование сами на пеньках? Да. Прямо на пеньке видели? Прямо на пеньке. Где? Кировская область, город Киров. Могу вам площадку показать, можем сходить с вами. Молодец парень, я растерялся. Я не думаю, что это было голосование на пеньке. Вот не может этого быть, чтобы было голосование на пеньке. Не может этого быть, говорит Памфилова. Не может этого быть. Я скажу, что вы приняли за голосование на пеньке. У нас есть голосование на дому, когда в сельских районах, в той же Кировской области, члены комиссии вместе с наблюдателями берут вот эти все необходимые... Пакеты с печеньем. Там переносной ящик, да, далее вот они обходят дворы. Да, дворы. И заходят, ну вот, скажем, к людям пожилым. Это голосование на дому, оно традиционное. Вот. Ну, может быть... Он смотрит и не понимает, она реально такая тупая? Или она притворяется? Они действительно... Человек не заходил пускать дом, вышли и там сказали, давай я здесь, да, там все тебе дам проголосовать. Может быть, эту ситуацию вы имеете в виду? Да. Нет, не только это, Александровна. У меня лично у самого просили, дайте столик, чтобы мы могли проголосовать. У нас пенек там стоит, чтобы мы могли на столике хотя бы голосовать. Ну, скажите, это было просто... То есть там были все необходимые? Была ли там ширма для тайного голосования? Ширма? Вы видите тут ширму, друзья? Были там необходимые... Ну, давайте я конкретно с этим разберусь. Честно говоря, мне странно то, что вы говорите. Вот же лживая баба, а! Но независимо от этого, поскольку спекуляций было много по этому поводу, и насчет багажников, хотя никаких голосований в багажниках не было. Не было голосований в багажниках, говорит Памфилова. Вот это вот у нас избирательный участок такой. Голосование по поправке в Конституцию. Тут не верят, что это действительно голосование проходит. Я... Говорят, что фейк. Я вот вернулся, уже съездил в центр города. Вот, Русская 48, действительно, 838-й участок. Но что вы не верите мне? Здравствуйте, вы же голосование за поправки, правильно? Мне не верят, что вот так можно проголосовать. Да, это вот, ну, нововведение нашей политической системы избирательной. Избирательный участок в багажнике. Вот, как-то так. Тоже приезжали люди, приезжали люди для того, чтобы пройти в многоэтажный дом. Мы оставляли машину. Тоже засняли таким образом, чтобы представить голосование в багажнике. Вот даже, как вы рассказываете про пенек. Подожди, сейчас волна с Дальнего Востока дойдет до Москвы. Будет тебе и пенек, и багажник. Ну, для того, чтобы вот вообще избежать, это был первый опыт. Если кто-то где-то так легко подошел, я не говорю, что вообще не было случаев каких-то вот таких нарушений. Но их, если и были, они были минимальны. Минимальны. 78% проголосовало за. Минимальные нарушения, говорит Памфилова. Минимальные. Для того, чтобы их не было вообще, мы, во-первых, сейчас вот на голосовании, которое будет сейчас проходить, мы ужесточили требования к проведению голосования на придомовых территориях. У меня другое предложение. Выходить кормить голубей, и не будет больше никаких нарушений на выборах. Это обязательно должен быть навес, тент. Палаток не надо, тент. Это должна быть ширма обязательно для тайного голосования. Должны быть переносные столики. По-моему, он еле сдерживаться, чтобы не засмеяться. Когда документы получают, и переносной столик там, где человек может проголосовать, и целый ряд дополнительных требований, чтобы это не превращалось в голосование на пеньке. Такие требования мы ужесточили, чтобы оборудование было, скажем, 100%. Какое оборудование? Для подсчета голосов? С другой стороны, скажем, вот эти легкие, да, были такие случаи. Смотрите, переобулась бабка. Оказывается, были такие случаи. И мы, скажем, выявляли такие, ну, не нарушения, скажем, когда, да я тебе знаю, Мань, ты вот с соседнего дома, давай без паспорта. Понимаете, вот такие вот, мы, это жестко, мы все сейчас случаи разобрали, там, или, ну, это ж мой родственник, я его так знаю, да, вот когда член комиссии. Вот мы посмотрели, таких несколько случаев было. До таких случаев как раз 78%. Очень жестко поработали, что независимо от того, что если даже твой сын, дочь, там, супруг и так далее, и так далее, все процедуры должны... Смотрите, у нее рука с микрофоном дергается от перенапряжения. ...быть соблюдены. Именно поэтому мы потребовали, сейчас должно быть видеонаблюдение, везде будут проходить эти выборы. Видеонаблюдение будет на судебных процессах, когда вас судить всех будут за такое голосование. И чтобы и наблюдатели должны делать замечания, если вдруг член комиссии вот так легковесно относятся к своим обязанностям. А мы будем делать замечания, если суд вынесет слишком легковесный приговор. Я вот не знаю, в общечат пришло сообщение, тот ли это УИК, тот с номером УИКа пишут, что никакого пенька нет, это столик стоит. Да, тролли пригожинские на помощь пришли. Да, вот я не верю, я вам не верю, честно говоря, но я хочу, я хочу, я выяснить, вы мне скажете... Истерика, истерика начинается. Я, вот я не верю, я вам не верю, честно говоря, но я хочу, я хочу, я выяснить, вы мне скажете, но МИРУИКа. Тем более у нас там Галина Дмитриевна очень сильный председатель ЗАИКа в Курской области, да. Я хочу, чтобы... А? Кировская. Ну, по Кировской области... Перепутала от волнения. Пришлете, я специально назовете, мне номер УИКа, и я разберусь досконально, потому что это первый случай, когда мне об этом говорят, что именно на пеньке какое-то было голосование. Нацисты в суде тоже делали вид, что ничего не знали. Суду это не поверил. Я знаю, что присаживались, бегали эти здоровые детины, простите меня, у которых было поручение дискредитировать любой ценой выборы, и они истерили, не знамо как, да, чтобы любой промах... Вот почему они устроили этот скандал с багажником в Приморском крае? Ты смотри, сама вспомнила, где в багажнике голосовала, а нам говорила, что не в курсе. Так далее. То есть, как эти зайчики из акустики прятались, вместо того, чтобы здоровые детины, вместо того, чтобы помочь этим женщинам донести там что-то, да, и пытались сфотографировать, найти такие ракурсы, чтобы можно было выложить в сеть и сказать, что вот видите, что у нас происходит. Понимаете? Это информационная война, и мы в этой информационной войне не будем давать спуску тем всем, кто врет, извините. А мы не будем давать спуску всем тем, кто помогал диктатору 20 лет оставаться во власти. Впереди у Памфиловой суд, арест, конфискация. Она прекрасно все это знает, поэтому так и разнервничалась. Друзья, впереди суббота. Давайте выйдем, поддержим хабаровчан, покормим голубей и сделаем Россию свободной.